Это напланируется Как он смотрел? Смотри, камера вот так пошла Нормально Здравствуйте, дорогие зрители Так, три-четыре Попробоваться надо, да? Да Сами не засорвали Два часа-то мы танцевали Вот делали супер Салют компаниров, вы на канале Binge Running Blog Сегодня у меня, так сказать Известный, очень даже известный В узких кругах человек, все его знаете Сельсин Иван У Ивана есть свой канал, посвященный бегу Всяким спортивным мероприятиям На бегу, все, наверное, видели его ролики Вот И я думаю, ни для кого это не секрет Что с недавнего времени нас Иван является Организатором независимых забегов Привет, Иван У нас тут небольшой анонс Ближайший старт наш Мини-компанатив Хотел Все-таки тебя расспросить И про твой бэкграунд Твой опыт в беге И вообще, как ты пришел В, так сказать, организацию забега Почему хочешь что-то сделать Ну, давай начнем по порядку Давай, попробуем, Серега Давай И, собственно, первый вопрос Как, почему вообще ты начал заниматься бегом? Ну, это был где-то 2013 год Все мы любили погулять, пошуметь Наконец, это надоело Решил, надо попробовать что-то новенькое И пошел в зал И, как-то раз Они знакомы И говорят, поедем съездим На забег с препятствиями Я думаю, что за дичь Слушай, я тоже что-то начинал Нашел какие-то кеды футбольные Помню, какие-то шорты И мы отправились Температура плюс восемь А там надо было нырять Ну, как бы Гонка героев Только бывают варианты И... Понеслась С этого, можно сказать Началась моя Такая Беговая история А до этого вообще занимался чем-то там? Только мяч гоняли там Чисто дворово В футбол Там команда была Ну, фактически с дивана, да? Ну, можно сказать, да Вес был такой хороший Что там Только вечеринки, да Гулянки Ну, что молодым людям надо-то еще Слушай, а вот Ты вот бегал, бегал, да? И потом вот Как-то принял решение Что надо бы там обложек завести Спортивный Там вот Все это дело обозревать В 19-м году Был на Лебросе Был с Волдрейс Бегу и вижу эту красоту И тогда меня озарило, что, наверное Надо снять Показать ребятам Остальным, что реально Это круто Для меня это был другой мир Бегал шоссе Трейл А тут горы Совсем другая Ступень Это приключение Опасность Очень красиво Думаю, надо снимать это дело Ну и все Приехал Купил камеру На ветрах Пошла Жара Слушай, а вот Какое видео Так-то стрельнул, что Так вот стал популярным Можешь сейчас вот Сразу Или какой-то Популярность Такого нет Но просто обычные Беганные события Обычные забеги Человек по 200 смотрел И думаю, круто Ну, короче Постепенно-постепенно Набрал Ну, да И там еще Учередую с этим С путешествиями Ну, нормально Ролики про путешествия Больше смотрят Ну, бег, да Тема узкоспецифичная У нас пока небольшая армия Но наша армия Растет беговая Так что Приятно видеть Новых людей На стартах Это круто Ну, собственно, вот Ты бегал У тебя был свой канал Там И как-то вот Хоп И решил сделать Свой забег Это Такая идея Была еще давно Хотел попробовать Формат Бек-яда И смотрел ролики На ютубе И у нас этого не было Еще особо такого В России И все думал Мечтал поучаствовать В таком Магия монтажа Опа Смен декорации Первый бек Конечно Пришел к нам Неожиданно Сидели с ребятами И такие Почему бы нам не сделать Не попробовать Такой формат В тренировочном режиме Я помню Мы Искали место Нашли Раз Девочка нам Предложила дачу Точнее не дачу А свою беседку И Посмотрели по лесу Хороший трек Ну и решили Попробовать На 15 кругов Сделать движуху По всем соцсетям Разослали информацию Ну, сами понимаете Неизвестный формат И народ Конечно Скептически Отнесся Но мы Наскребли Добрую десятку Человек Отважных И Собрались Я помню Это было круто Необычно Ну, как бы зашел формат И Следующий Старт У нас уже Была И сейчас Он набирает обороты И уже Сейчас, кстати Ищем площадку Чтобы Побольше Ребят Пустить Потому что Желающих много А По возможности Локации Получается Больше 30-40 А максимум И все У тебя там вообще Достаточно серьезные люди приходят Такие как Женя Однорок Варьер Чеваткин Настя Шарипова Вот этот кростяк Таких вот Зубов Когда он у тебя появился сразу Как ты с ним познакомился Ну Мы Знакомы Были По обычным тренировкам Забегом Просто У нас формат Такой носит Дружеский Как бы Просто приезжают люди Потусить И побегать Настюха приезжала Последний раз Сказала Что Мой Идеал летом Бегать На биотропинку Поедет Подбеждать Осенью холодно Конечно До У нас До Минус одного Опускалась Вечером Ну Ребята Приезжают Все друг друга знают Ради Работают В основном Все Зовут Друзья Друзей Ну И много пишут Кто И мы стоим Конечно Всех И по возможности Засовываем Как состав Слушай А вот этот формат Бэкьярд Он вообще Как ты его позиционируешь Тебе приходят опытные ребята Суточники Которые могут бегать Им только дайволь Месяцами Или там Ну кто-то Дружеские Дружеские У нас Тренировки А что с новичками Приходят Такие вот У нас Кстати Были Ребята Кто Не бегал Больше Больше Полумарафона На Бакьярде Спокойно До полумарафона На Бакьярде Умудрялись Больше сорока Пробежать От себя Они Не знали Бакьярд помогает Раскрыться Там же формат такой Что ты отдыхаешь И бегаешь И позволяет Ну плюс общение Оно как бы идет Незаметно Были ребята Кто первый раз Преодолели 15 кругов 100 километров Тоже В шоке От себя То что я могу Мы уже Почти Созрели На официальный старт И уже Вот Вот А сейчас Пока Тренировка Ребята Приводят друзей Знакомых Своих И просто Пробуют формат Чтобы на официальном старте Был уже какой-то Минимальный опыт Чтобы можно было Сделать Ну как План План за век Хотя бы там 10 кругов Да Просто помню Когда мы начинали Первый бакьяр наш И мы все Вот там 6 километров Сейчас он быстро И на седьмом круге Все он пороли знаками Это повезло Потом На официальном старте Когда уже Раскладывали силы А вот Если я допустим Начинающий бегун Десятку могу пробежать Могу ли я там Заявиться Там К тебе прийти На бакьяр Попробовать свои силы Да У нас как обычно Люди просто пишут И мы добавляем Если уже набрался состав Мы добавляем в очередь Слушайте ребят Да, хочу попросить от себя Подходить ответственно То есть Не занимать место Не говорить что я вот там Хочу А потом В последний момент Сливаться Без передачи Если у вас не получается Действительно Сообщайте заранее Потому что Много народу хочет пробежать Действительно И без ожидания В принципе там Точно плотно идет Старт бесплатный Наши тренировки Из-за того что идет текучка Особенно ближе к забегу И Люди Добавляются Из очереди В основном На апрель Уже у нас там Порядка двадцати человек Сейчас будут пробовать Сорок пять запустить Это будет рекорд Наши тренировки Но там не разрешают Мы пока Хорошо бы какую-нибудь Поляну И какой-нибудь Домик нам бы Кто-нибудь Дал бы И мы пока устроили Настоящий праздник Человек на 70 Ну нормально да так А вот у нас получается Ограничение идет По Вместимости Площадки Там еще Рендодатели Ну когда Говоришь Мы приедем Пятьдесят Человек Пугаются Они боятся Да Стереотипы Что мы там все разобьем Дебош будет Нам по сути надо просто Подключиться в сеть Что у нас было электричество И Поляну какую-то Что-то Своить там еду горячую И народ там тихо отдыхает Ну да Я даже дом не буду заходить Все равно Боятся А где мы сейчас Аренда высокая И тоже Даже нельзя Валенщиков Хочется Чтоб люди с семьей Поезжали Слушай А есть какой-нибудь там Телеграм-канал Ну вот Как узнать там Об очередном Бакьянове У нас есть Вконтакте Группа Как правило мы туда пишем Вот Но Очень быстро Забиваются Что-то Тридцать Человек Забиваются Ну у тебя как у Миши Долгого За три минуты Регистрация Давайте сделаем Двадцатого Мая За один день Наверное Что там Тридцать человек быстро Сарафан на радио Ты даже не успеваешь его выложить На пятки долго наступаешь Быстро Разлетается У Михаила там На секунды все Ну Какие наши годы-то Вообще Вот По локации Как вот Подходишь к выбору Что должно быть Там Лес Или какое-то там Покрытие определенное Вот Чтобы крупно чертить Шесть и семь Конечно Хочется Чтоб была природа Лес В оригинале Это задний двор какой-то И люди приезжают С городов Им хочется Как-то На природе Побыть То что были варианты Лужников Провести в Лужниках У нас Было предложение Вот Сделать Но Посоветую с ребятами Асфальт Как-то не очень Заходят Да В плане хайпа Это было конечно Ну да Эту структуру Там все удобно Там подъехал Дешевле намного Чем сейчас Мы проводим Снимать какой-то домик Чем в Лужниках Например Подключен Давай все это дело Ну думаю Может быть Просто это получилось Как суточный рекор Ну да Похоже Так люди приезжают Они там костер ждем Суп на костле Да Там вообще В лес убегаем И кроты там на приводе Ну как матушка Ох Красота Вообще такая красота Уже почти готов Но вот Светла немножко Может тебя люди услышат У нас в принципе Суп борщ готов Который мясной Вегетарианский Не готов Ну пускай Варь еще кроты Сейчас кто сошел Их может кормить уже Некоторых нет возможности Бедность в лесу В больших городах В основном парке А по инфраструктуре Вот я услышал Что нужна там розетка Да Теплое место Какое-нибудь Типа безедки Ну да За пару лет уже у нас Скопилось небольшое Венталь И каких-то шатров Палаток Нашли там уже Выходы на кабинки туалетные Там все проходят Все проходят Все есть почти Нам только нужно Электричество Поляна Какая-то Минимальная Чтобы там Провести Просто не охота Тащит куда-то В поле Ну да Скоро наверное Задумаемся Скоро да Просто очень много Желающих И хочется Всех Ну как бы Всех Желающих Чтобы все поучаствовали Потому что Тормат прикольный И Сусловочный Ну Я вот уже услышал Что Как бы идеальный Бэкьярд Это Круг в лесу И по покрытию Что там То есть он должен быть Более-менее гладким Там Без таких Болот Буреломов У нас есть разные Бэки У Сергея был Второй Бэкьяр Ночной Самый Крутой Старт На вторые сутки Пойдем Еще закат будет С грозой С ливнями Надеюсь вам видно Ребят Как это все классно Дед примерно половина круга Чуть меньше Выбегаем на лэп Фонарики все взяли? Да Да Главное Берите фонарик Закат Смотрите Ребятушки бегут Кайфуют Второй круг Только все веселые Всем нравится Думаю Блин Они заберем Макс Давай 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 Заряжу Заряжу Еще есть кто сзади? Да Изюминка была то, что мы Начинали вечером И бегали ночью И рассвет встречали на трассе Там невероятно конечно Вышел лось к нам на трек ночью Ренат Заполнил все Дал за 20 минут За круг Бежал первый И смотрю обратно бежит с фонарем И прямо на тропинку вышел огромный лось Спросить что вы здесь делаете Ну и был трейл через болото Там Самый сложный трек А так Совсем немножко болото было Трек Разный И корни встречаются И схватки все в перемешку То есть надо быть готовым Да Вот Как я то он такой Как сказать Он трескатурный А к тебе поступают вот Предложения по волонтерить Там от Ну знакомых я уже слышал А незнакомые люди вообще Вот Предлагают свою помощь Пишут люди Мы хотим поехать Поволонтерить у вас Ну у нас Ну у нас как Если 30 человек То нам 2-3 человека Волонтеры достаточно И тем более Потом участники И никто же не разъезжается Например Пробежал 6-7 кругов Переоделся И опять тусишь Там Такая Требежонка Она Как Не знаю Как Опен ээр Ну Это как Все крутятся Получается Все остаются Помогают друг другу Там Такая веселая Была трансляция На бэке Вот Выкапанную Заливали Если не изменяет память Вообще народ смотрел Что туда писали Ну Первый раз мы решили Хотели Планировали давно Но Первый раз реализовали Задуманное Саня Романенко Спасибо Запилил Трансляцию Можно было смотреть В реальном времени Что происходит в лагере На базе жизни Да, очень круто И Больше тысячи человек Посмотрел У тебя Забег то Бесплатный Да там Но Есть вот Возможность После забега Так сказать Проголосовать рублем Отблагодарить В чем преимущество вообще Такой схемы Что именно вот Люди Благодарят потом Как показала практика У нас Ну Уже бывает Ребекка Последних полностью окупились Так что Мотивирует Продолжать Вот То что не делаем платное Ну Как-то Мне кажется Будет спрос по-другому Потому что Человек заплатил Он уже ждет что-то А тут Честно говоря Можно где-то накосячить Ну слушай Ну и платное Это косячит Будет здоров Вот Ну так Просто Можно сказать Чуть-чуть ответственности Меньше Такая атмосфера Человек Побегал Ну и Закинул По желанию Получается Немного Небольшой бюджет Гонки В основном Это аренда Все съедает Еда Ну и Пожелание Просто Кто Насколько Налегал По эмоциям Насколько Наел Ну да Немного Получается У нас Всегда В зависимости от разных Сейчас цены растут Конечно Ну и У нас Прикол в том Что у нас Как поле чудес Участники Кто Абурчики возьмет Кто Помидорчики Музей Капитал шоу Поле чудес На старте У нас Кто-то принес Три коробки Эклеров Короче Мы кормили все Это к слову Что бегуны Да Эклеры тоже залетают Нормально Да Мы ведаем Чтобы есть Много Поэтому Все везут Все что есть А вот Получается У нас Закупаешься Там Уже Эту палатку У тебя есть Иван Мерч Классный Каждый раз На бэк У него Разные Мерчи Там Медали Кружки Значки Что там У тебя еще было Вообще Глобально Что Собираешься Подкупить Именно Вложения Все зависит От финансов Стараюсь Конечно Важно Чтобы Человек Получил Какой-то Сувенирчик За свои Страдания Даже Если Один Круг Пробежал Но Большинство Контор Работает От ста Человека Выше Знакомо Да И Нам У нас Был человек 30 Максимум 15 Нам Очень Сильно Помогали Ребята Сделан Королёве Очень Крутые Вещи Например Один из них Такой Керамический ключ На память Ребята С душой Обычная работа Вот Но В процессе Поиска Новых Вариантов Нашел В Питере Контору Которые Делают От 10 Штук Медали Но Это Потом Уже Увидите Когда Пробежите Вот Что касается Баннеров Тоже Решил Сделать Фоточек Просто У нас Проходит Бэк И Ребята Скидываются Ну Кто хочет Желание Донатить Например Сидет Плюс Бывает Пару тысяч Вот И Сразу Отправляется Автоматически На следующий Бэк И Чем больше Сунуть Больше У нас У нас У нас Купили Хорошую Палаточку Но Она Послужила Хорошо Нескобэк Сейчас Много Планов Развивается Еще Хочется Подсматриваешь Где-то У других Ребят Хочу Часы Купить Большие Электронные Электронные Ну да Классные Классные Дикие А сейчас Получается По обычным Часам Да У нас Планшет Все Как Лампа У тебя 5 января Будет Зимний Бэк Шестого Уже Шестого Черт Я бы пятого приехал Никого нету Я бы уехал Ну вот Я хотел спросить Это вообще Первый такой зимний бэк В России Что именно По снегу Зимой Бежим Или где-то еще Это проводилось Ну у нас Да Был первый Скорее всего Не нашел информации Что был бы ярд Зимой Вообще где-то Да Что вот прям по сугробам там По каким-то дорожкам заснежено Именно Вот по такой вот Локации Ну я надеюсь Что будет погода снежная Боюсь сгладить Что повезло Чтоб не было Ни льда там Ничего вот этого Слякоть и гадости А вот был такой вот Прекратный зимний лес Шестого У нас Января Будет Здесь недалеко Тоже в таком прекрасном Лесном массиве В семь кругов Насколько я понимаю Тестовый Будет пилотная версия Зимнего Старта Просто никто не делал Как бы Участвовали С ребятами И хотим просто попробовать Как это Из тепла Выходить На круг Потом приходить Куча одежды Наверное надо Ну короче Ну у нас Как правило Непростые бегуны Такие уже на опыте Руль драчи И не испугать Даже Такой погодой Я думаю Раз мы сейчас зимой проверим Если зайдет формат Такой зимний То уже Увеличивать Решили аккуратно Сначала Да Только зимний Будет Первый Такой И Пилотная версия Так сказать Ну и Орель 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 Вообще На мировой Попасть Нет А Организатор должен быть Оттестованный Да нет Можно Вазарусу Пишешь Рекомендации Вазарус это Человек Придумывает Основателем У нас пока В режиме тренировки Друзские Неофициальные Да Неофициальные Просто Собираемся Бегаем Пробуем Новички Приходят Пробуют Этот формат Чтобы потом На официальном старте Уже был опыт Какой-то Потому что я помню Когда мы начинали На семи кругах Уже все наелись На официальном Помогло Распределить силы Чтобы вначале Не упарываться А то кажется Шесть километров мало С каждым бэком Число кругов растет Да У меня пока немножко Ну то есть Не до упала там бегают Не трое суток люди Но все-таки там где-то На сутки уже вышло Да У нас самый большой был Двадцать кругов Мы делали тренировку Двадцать часов А какие-то еще планы Можешь поделиться Что-то такое вот Есть По развитию бэка Может быть Какой-нибудь там Трейл еще сделаешь Не знаю Там Забег с препятствиями Таких планов нет Но еще Параллельно Бэку Мы еще с ребятами Гуляем в Лавру Мы сделали Линейный трек Денадцать пять километров Такое как Приключение Часов на тринадцать Сейчас зимой Тоже бежим Тринадцатого числа Присоединись С друзьям Сразу После бэка Немножко Побежим От Кремля До Валды Можно присоединиться В любом месте Необязательно Бежать от начала До конца Можно От Кремля Чуть-чуть приближался Либо где-то посерединке А что покрыть Там Не как у Миши На лесе Дорожки нормальные Будет Не знаю Не знаю Как Бог даст Ну до Кушкина 40 км в город А потом Начнутся Леса Огороды Поля Замечательно Ну еще мы хотим Попробовать С ребятами Летнюю лесовку Сережа Какого-нибудь Там Попить Ну так Приключения Главное Чтобы Мишек не стоит Там Есть Ребята Мы говорили Что следы Видели Огороды Ну будете Бежать Шуметь Возьмите Эту Дымовуху Так По поводу бэк У нас В августе Планируется Нажача Ну вот раз 24 круга 24 часа Попробуем закрыть Бежим Или Подумаем Потому что Все время тоже Большой участок Спасибо Спасибо За нашу Толпу Приводишь От удачи Простаивает Так там Человек 30 Мы сможем поместить Так что есть Ожидание открыто 30 человек Уже удалось Еще Следите за анонсами Потому что Уже вот где-то до осени Все уже распланировано Все бэки Все гулянки до лауры Там Уже все Ума Ищем Параллель Ищем Мы Сразу Сделаем На 70 На 80 В принципе Рисурс позволит Это сделать Народ поддержит Спасибо тебе за беседу Вот Хочу пожелать Роста В плане Числа Народа Который сможет Пустить твои Душевные Бакьярды Вот Ну постепенно Обрасти там Необходимым инвентарем Чтобы была какая-то Степень автономности Не зависит там Допустим От каких-то там Представлений о том Что Бегуны это буйные люди Вот Которые там Разгромят Вам там номера Не знаю Дачу и все Вот это остальное А чтобы вот Ну захотел Там выехал Провел Своё мероприятие И как бы Без всяких Всяких там Головников С тем Что надо что-то искать С кем-то Договариваться Вот Чисто вот Чтобы Проблемы организации Тебя не навали Вот Ну и будем следить за твоими Забегами Расти Развивайся Вот Ну и неси так сказать Ярды в массы Спасибо У нас будет трансляция Кстати Да-да-да Ждите Да-да-да Да-да-да